Всем добрый день, с вами брокерская компания Китсфинанс, меня зовут Дмитрий Шагарзин, представляем вашему вниманию наш традиционный видеобрифинг Fresh. Напоминаю, что после видеобрифинга Fresh вы сможете подключиться к видеобрифингу краткосрочным. Это Андрей Архипова, который расскажет вам про ситуацию на рынке фитчерсов и опционов 16.00. Елена Беляева представит видеобрифинг «Так страшный чарт», на котором обсудит техническую картину рынка. Сейчас у нас 12.00 по московскому времени, и предлагаю переместиться к рабочему столу. У нас 12.00, напоминаю, открываются торги в Европе, и давайте обсудим основные новости и основные события, на которые стоит обращать внимание сегодня и прежде всего завтра. Давайте начнем с экономического календаря. В 12.00 по московскому времени министр финансов ЕС встречается в Реселе. Я напоминаю, что первая встреча вчера была также в Реселе, в 8.00 по Москве встречались министры финансов, и несколько важных решений было принято в ходе этого саммита, хотя я бы не сказал, что они были действительно какими-то революционными. Что мне понравилось от вчерашней встречи министра финансов, это то, что одобрили Греции шестой транспомощью в рамках большого первого пакета. Я напоминаю, что этот пакет был принят в мае 2010 года, и как раз-таки в рамках шестого последнего транша в этом пакете 8 миллиардов евро было выделено Греции, тех самых необходимых, благодаря которым Греция сможет довольно-таки уверенно перешагнуть в 2012 год. Кроме этого, были подтверждены намерения европейских министров финансов о том, что Греции необходимо предоставить очередной большой транспомощью. Это уже второй такой глобальный пакет, и он оценивается в 109 миллиардов евро. Об этом много речи шло в июле 2011 года, во время первого греческого кризиса, такого серьезного в этом году. И этот транспомощью в 109 миллиардов евро должен, как раз-таки, помочь грекам в самом начале 2012 года, ну и вообще по ходу пьесы справляться с обслуживанием своих долговых обязательств. Ну, то есть по Греции вроде вопрос снят, это новость позитивная. Другая новость касается фонда финансовой стабильности, о котором много, в общем-то, говорилось все время. И что здесь надо отметить, о том, что окончательно запутали правила игры с этим фондом и FCF, и практически никто из инвесторов и рыночных игроков трезво оценить не может состояние этого фонда. И то, какие функции он может выполнять, то, каким будет размер этого фонда, в общем-то, здесь в этом плане, в этой главной надежде спасения Европы, как ожидалось, особого прогресса нету и особых каких-то важнейших решений нету. Много чего говорилось, я думаю, в информационных лентах вы уже почитали про фонд и FCF и вчерашние заявления, но важно отметить запутанность всего этого процесса. Поэтому на европейской арене главным остается Европейский центральный банк, и именно от него, от его поведения будет зависеть стабильность ситуации в Европе. Ну, в общем, 12 часов по Москве, сегодня министр финансов ЕС продолжает свои встречи в Брюсселе, будем ждать каких-либо заявлений и, в общем, посмотрим. Чем все это дело закончится. Из важных событий, которые нас сегодня ждут по самому экономическому календарю, давайте пробежимся. Сегодня, кстати, выходила статистика в день часов по Москве по розничным продажам в Германии. Статистика вышла, как мы видим, очень даже приятная. Розничные продажи выросли на 0,7%, против прогнозов роста на 0,1%. Это хороший сигнал, на самом деле, экономика Германии, в отличие от всех периферийных стран, чувствует себя очень даже и неплохо. В 12.55 по Москве, то есть практически в час дня по Москве, выйдут данные по уровню безработицы в Германии. И я бы хотел напомнить, что уровень безработицы находится на крайне низких значениях. Если мы видим, то уровень безработицы сейчас на минимумах за последние, если не ошибаюсь, лет 20 по Германии ниже 7%. Это ниже, чем в кризисный 2009 год, когда мы видели существенный рост по Германии. Но, тем не менее, немцы работают, работают и безработица очень низкая в стране, напомню, Германия, крупнейшая экономика Европы. Порядка 25% европейского ВВП по итогам 2010 года приходилось как раз на Германию. Порядка 31%. Треть экономики всей Европы и еврозоны – это именно Греция, именно Германия. Что касается вечерних данных по Америке, здесь необходимо отметить следующие цифры. Очень важным сегодня будет публикация индекса изменения числа занятых от агентства ADP по США. Агентство отслеживает ситуацию в частном секторе. Это являются данные от ADP, являются первыми данными, которые смогут нам дать картинку по пятничным данным по рынку труда американскому, где выйдет очень большой блок статистики пятницу. Пока ожидания на ноябрь говорят о том, что в частном секторе прирост числа новых занятых составил 130 тысяч против 110 тысяч, которые были зафиксированы по итогам октября. Цифры очень хорошие, действительно внушают определенное доверие. И скорее я соглашусь с этими прогнозами, с этими цифрами. Дело в том, что заявки по получению пособия по безработице первичной, которые мы получали в течение всего месяца, каждую неделю, закрепились уверенно ниже 400 тысяч. Это значит, что американские работодатели, в первую очередь частный сектор, потому что именно частный сектор является главным поставщиком рабочей силы в США, а не промышленность, как в других странах. И поэтому скорее здесь мы попадем в рамки этого прогноза 130 тысяч, и это станет неплохой площадкой для оценки пятничных данных. Поэтому в 17.15 обязательно ленту новостей просматривайте, и действительно данные будут иметь определенное влияние сегодня. Так, кроме этого, что хотелось бы отметить. Сегодня, кстати, будет опубликована бежевая книга Федерального резерва, на которую смотрит ФРС. При принятии своих решений по поводу дальнейшей своей монетарной политики бежевая книга является текстовым документом, будет опубликована на сайте ФРС в 23 часа, можно почитать, кому интересно. Там, в этих строчках бежевой книги, нам важно понять, когда Федеральный резерв планирует запустить новую программу количественных смещений, в какой форме Федрезерв видит эту программу, то есть это выкуп традиционной облигации, либо это выкуп не просто облигаций, а облигаций ипотечных. Тут важно понимать, что если Федрезерв решит выкупать бумаги ипотечные, то это, в общем-то, не является хорошим сигналом для рискованных активов, потому что ввиду специфики этих бумаг, если же Федрезерв будет просто выкупать облигации, не ипотечные, то это, безусловно, полноценная программа КОИ-3. Ну, пока идут ожидания запуска программы в, скорее всего, январь-февраль, в феврале, марте-апреле будущего года. Будущего года посмотрим. Разговоров сейчас ведется много очень, и бежевая книга будет иметь определенный интерес. Но в очередной раз хочу повторить важность завтрашних данных, которые мы будем с вами получать прежде всего по Китаю. Об этом мы говорим уже очень много, но еще раз хочу повториться. Завтра в 5 утра по московскому времени, 1 декабря, в четверг, будет опубликован индекс, производственный индекс, индекс деловой активности промышленности Китая за ноябрь. Один из важнейших, опережающих индикаторов состояния второй по размеру экономики мира. Пока рынок ждет, что по итогам ноября мы увидим китайский PMI в районе 49,8 пункта против 50,4 пункта. Я напомню, что вот эти 50,4 пункта это минимум за последние 32 месяца, и по этому показателю мы в октябре упали до уровня 2009 года. Если тенденции сохраняются, а есть риск того, что тенденции сохраняются ввиду того, что дела в европейской экономике обстоят не очень хорошо, а Европа является крупнейшим торговым партнером Китая, то вполне возможно, что мы эти цифры и увидим. Я напомню, что главным барометром этого индекса является отметка 50 пунктов. Если индекс падает ниже 50 пунктов, это значит, что активность в промышленности Китая снижается, это значит, что замедляются вот эти все процессы производственной активности в этой стране, и это будет очень негативным сигналом для рынков, и сегодня, в общем-то, будем готовиться к публикации вот этой завтрашней статистики. Кроме этого, аналогичные данные, напомню, будут выходить завтра и по США. В США этот индекс называется ISM Manufacturing, он будет опубликован в 19 часов по московскому времени завтра. Вот он на ваших экранах, 19.00, четверг, 1 декабря. ISM, индекс деловой активности промышленности, данные, опять-таки, за ноябрь, опережающие. Здесь рынок более оптимистичен в своих оценках. 51 пункт и 70-х ждут по ISM Manufacturing. Если мы заглянем внутрь графика, то увидим следующую картинку, то, что последние два месяца мы, в общем-то, топчемся на месте по индексу ISM Manufacturing и также стоим на уровне, в общем-то, 2009 года. Такое депрессионное состояние, хотя в начале года были признаки жизни, но начиная с апреля месяца деловая активность в США очень сильно снижается, довольно-таки пессимистично. И тут вот последние два месяца мы видим, находимся в таком бестрендовом состоянии. Поэтому, если по факту получим плюс по США, это будет, безусловно, хорошим, позитивным сигналом для рынков. Еще раз покажу всем вам график зависимости индекса S&P 500 от китайского PMI, от американского ISM. Дело в том, что индексы, о которых я сейчас говорю, являются неплохими опережающими индикаторами движения индекса S&P как раз на предстоящий месяц. Давайте взглянем на год 2008. Мы видим, что индексы активности промышленности Китая и США начали разворачиваться постепенно, чуть ли не с конца 2008-го, начала 2009-го года. Да, там были запущены определенные программы стимулирования экономики, благодаря чему индексы отскакивать начали, но, тем не менее, разворот этих индексов опередил разворот индекса S&P глобального в 2009-м году примерно на два месяца. Ну и далее, если будете внимательную историю отслеживать, если вы выгрузите себе в Excel данные все по Китаю, по США и по индексу S&P 500, то, в общем-то, очень наглядно сможете убедиться в том, что индексы являются неплохими опережающими индикаторами для индексов. Вот такая важная отметка. И еще раз повторюсь, когда мы увидели цифры в начале ноября, а по Китаю и по США, как мы видели, здесь индексы ушли вниз, это, в общем-то, было прямым доказательством того, что по итогам ноября по индексу S&P мы будем явно ниже, чем по итогам октября, даже без учета того, что в октябре было одно из сильнейших ралли за многие десятилетия по индексу S&P 500. Поэтому завтрашние данные определят, как нам кажется, стратегию на ближайший месяц, на месяц декабрь. Если, повторюсь, по Америке хорошо, по Китаю хорошо, это очень сильный бычий сигнал. Если по Америке хорошо, а там, скорее всего, хорошо, потому что переезжающие индексы по регионам, которые мы получали в течение последних двух недель, действительно говорят в пользу того, что активность в регионах увеличивается и индекс S&P будет неплохим, то по Китаю ставим большой вопрос. По Китаю ставим большой вопрос. И именно Китай завтра утром в 5 утра будет главным раздражителем, как нам кажется, на рынках мировых. Поэтому будем ждать этой статистики. В связи с этим, с ожиданием этой статистики, уже несколько дней подряд лично я говорю о том, что не стоит ждать резких движений. Об этом мы, в общем-то, с вами говорили вчера. По индексу МВБ мы отмечаем уровень 1460, 1460 пунктов по индексу МВБ. И как раз-таки мы проводим два флэтовых дня как раз перед публикацией этих индексов. И никаких существенных движений я бы ждать не стал. Но существенные движения в нашем понимании, с учетом того, что мы привыкли к очень высокой волатильности, но это, как говорится, плюс-минус процент от уровня 1460. Ну, я бы сказал, плюс-пол, минус-пол процента от уровня 1460. И, в общем-то, мы повторяем эту картинку в ходе сегодняшних торгов, повторяем картинку дня вчерашнего. Что касается индекса МВБ, то здесь еще хочу один момент ответить. Дело в том, что существует такое понятие, как переход индекса или движение рынка в бычью фазу, либо в фазу медвежью. Обычно считается, что когда индекс от своих максимумов падает на 20% вниз, он входит в фазу медвежью, торгуются медвежьей фазой. То же самое мы отмечаем по индексу МВБ. С хаев апрельских мы упали до минимумов октябрьских на 33%. После октябрьских минимумов мы в том же самом октябре решили очень неплохо отскочить и выросли почти на 23%. Но здесь важно отметить, что подбирались мы к максимуму своим довольно-таки неуверенно. То есть здесь проводили очень много времени в районе 14400-1500 пунктов по индексу МВБ, что составляет как раз-таки те самые 20%, от которых можно было бы... превышение которых могло бы свидетельствовать о том, что мы этот среднесрочный тренд свой сломали. Но мы были неуверены в своем восходящем движении и опять-таки вернулись в рамках этого нисходящего тренда среднесрочного. И что касается отскока, который мы продемонстрировали на этой неделе, точнее, да, на этой неделе, то здесь отмечаем, что по индексу МВБ, по индексу МВБ от минимумов октябрьских мы выросли на 18%. Таким образом, мы стоим опять на этом важном уровне, на этой важном водоразделе между 20%. Если действительно по нашей стратегии, если китайцы, американцы завтра действительно порадуют, то это будет неплохим триггером для слома вот этого нисходящего среднесрочного тренда по индексу МВБ. И в случае, если все будет хорошо, то, безусловно, мы сломаем наш этот среднесрочный нисходящий тренд и выйдем, наверное, в фазу некой консолидации на дневном графике. Скорее, это уже будет некое боковое движение. Все-таки нейтрально-позитивно я бы так это назвал. Но нам важен факт того, что мы сломаем этот нисходящий тренд, который сформировали в апреле 2011 года. Вот такой интересный факт, такое перевлетение очень интересных фундаментальных событий и непосредственно графиках на ваших терминалах. Ну, плюс, напоминаю, этот нисходящий тренд, мы сейчас находимся у верхней границы, как раз его вплотную к нему приблизились и попытаемся, соответственно, что-то с ним делать. В случае хороших данных пробивать вверх, в случае плохих, соответственно, уход опять в наш диапазон и будем оставаться, соответственно, в рамках этого тренда до лучших времен, как говорится. Вот такая вот интересная получается у нас картина. Что касается объемного графика по индексу МВБ, то давайте взглянем. Василий утром в брифинге Эспрессо презентовал утреннюю картинку. Прошло два часа торгов, и у нас есть смысл обсудить, что мы имеем на текущий момент. Еще раз напоминаю, что маркет профайл у нас сформирован за последние 50 торговых дней, соответственно, примерно за два месяца, чуть больше, чем за два месяца. В первом диапазоне у нас сформированы объемы за конец сентября, 22 сентября по 30 сентября. Здесь у нас полностью месяц октябрь. Здесь у нас, соответственно, месяц ноябрь без последних четырех торговых сессий, чтобы понять внутридневное движение, характеризовать. Еще раз напоминаю, что очень вязкая область ленинг с МВБ. Это уровень 1480 пунктов. Вчера мы протестировали эту отметку. Естественно, на внешнем безновостном фоне, без внешних раздражителей для роста так называемого, у нас, естественно, сил не хватило преодолеть эту отметку сходу, и мы довольно-таки уверенно откатились вниз. Нижней отметкой вчера в видеобрифинге я отмечал уровень 1450 по индексу МВБ и связывалось с тем, что именно 28 ноября здесь было скоплено максимальное количество внутридневных объемов. И, опять-таки, на относительно безновостном фоне мы этот уровень вчера протестировали, на нем остановились и от него отскочили. И продолжаем, в общем-то, торговаться вокруг отметки 1460, вокруг которой, кстати, сегодня, опять-таки, накопили свои максимальные объемы. Все это дает основание полагать, что существенных движений никаких сегодня вверх или вниз ждать не стоит. По-прежнему мы будем болтаться вокруг отметки 1460 пунктов, поэтому я не рекомендую уже второй день не совершать никаких активных операций на рынке в связи с тем, что надо дождаться важных триггеров роста, либо триггеров падения. А это будет у нас как раз-таки четверг. Это будет у нас четверг, и оттуда уже будем плясать. Таким образом, на конец сегодняшнего дня я бы рекомендовал закрывать все позиции, вне зависимости от того, короткие они или длинные. В том случае, если китайский, будет негативно реагировать. Но, тем не менее, можно все равно на падении, как мне кажется, совершать определенные покупки, потому что по АСМ, по Франции, по США в любом случае будет хорошим, ну, как нам кажется, да, если там сюрпризов никаких не ждет. Но, тем не менее, среднесрочную стратегию в случае плохого PMI по Китаю надо будет пересматривать и внимательно отслеживать поступающую информацию. Таким образом, сегодня я не жду, как я говорю, никаких серьезных движений по индексу и вообще бы со стороны смотрел на рынок во всей этой ситуации. Так, у нас есть вопрос по Японии, так чуть попозже отвечу. Кроме этого, на завтрашний день надо посмотреть еще с точки зрения, опять-таки, европейских аукционов. Дело в том, что в четверг нас ждут опять неприятные аукционы со стороны Испании, со стороны Франции. Испанцы завтра разместят свои бумаги с погашением в 17-16-15-х годах. Испания у нас, кстати, тут на грани риска. Я напоминаю, что кучу облигаций испанских набрали себе Германия и Франция, поэтому здесь надо внимательно отслеживать ход этих аукционов по Испании. И плюс завтра в 14.00 Франция будет выходить на долговой рынок. Тут сроки обращения бумаг 41-й год, 26-й, 21-й, 17-й, довольно-таки неприятные сроки, потому что инвесторы, да, так, по Франции, по Франции, что хочу сказать, то, что инвесторы сейчас не очень любят бумаги с длинными сроками обращения, и Василий как раз тут рядом сидит, подсказывает, что целевые ставки доходности по коротким бандам по Франции выше, чем по Испании. Вот такой вот интересный момент. Франция, напоминаю, один из крупнейших, вторая по размерам экономика Европы, довольно-таки сильная экономика, испанская экономика является четвертой по размерам, но она не отличается своей фундаментальной силой. Ну, вот такие вот у нас появились интересные факты. Ну, посмотрим, завтра день решающий, и поэтому еще раз повторюсь, я бы сегодня, в общем, в своих торговых решениях и, наверное, бы все позы вообще закрывал бы. Что касается монитора европейского кризиса, то хочу отметить несколько моментов. Сегодня растут доходности по всему спектру бумаг европейских. Прежде всего, естественно, нас интересует Италия. Доходности по десятилетным итальянским превысили отметку 7,3%, причем доходности держатся выше отметки в 7% уже довольно-таки длительный период времени. Сейчас предлагаю вам посмотреть на исторический график, чтобы понять. Вот так вот, давайте нажмем. И увидим следующую очень неприятную тенденцию. Я напоминаю, что 7% для многих периферийных стран, которые уже находятся, в общем-то, в депрессионном состоянии, как раз возникала эта стрессовая ситуация после того, как десятилетние облигации превышали по своей доходности отметку в 7%. По Италии мы видим, мы здесь уже уверенно закрепились выше отметки в 7%, и покупки Европейского центрального банка пока не спасают итальянские банды. И мы здесь видим нарастание напряженности, поэтому ситуация на самом деле довольно-таки неприятная сохраняется по Европе, но все ждут каких-то решений. Возможно, вот сейчас проходит саммит, я напоминаю, министра финансов, возможно, какие-то решения последуют, но вчерашний саммит, в общем-то, оказался, ну, как мне кажется, провальным. Опять никаких конкретных решений по методам выхода из долгового кризиса. Так, про это сказали. Из важных событий, которые я бы хотел отметить, которые сегодня ночью были у нас опубликованы, это событие связано с агентством рейтинговым Standard & Poor's, которая пересмотрела рейтинги по 37-ми крупнейшим мировым банкам. На сайте в Зеро Ходж вы можете ознакомиться со полным списком тех изменений, которые внес Standard & Poor's по банкам. Здесь, прежде всего, надо отметить, что очень хорошо проехался S&P по американским крупнейшим банкам, особенно по Bank of America и с Bank of America. Вот очень интересная ситуация сложилась. Если вы посмотрите на текущие котировки банка, то они подошли, закрыли день на уровне 5 долларов с копейками. И тут очень интересный момент надо отметить. Дело в том, что многие инвестиционные фонды, крупнейшие фонды мировые, они не держат в своих портфелях бумаги, акции которых стоят ниже 5 долларов. То есть в том случае, если акции Bank of America упадут ниже 5 долларов, это значит, что автоматически многие фонды будут распродавать акции Bank of America. Bank of America – один из крупнейших американских банков. И я боюсь вообще за эти последствия в том случае, если действительно какая-то неприятная ситуация с Bank of America будет. Поэтому рекомендовал бы всем ознакомиться с динамикой котировок акций Bank of America и следить внимательно за этой ситуацией интересной. Ну, в общем, список на сайте ZeroHedge опубликован. Вот он на ваших экранах. Я думаю, здесь он очень мелко виден на экранах. В общем, заходите в ZeroHedge, последние новости, увидите вот S&P. Что я бы хотел отметить, кроме того, что проехались по американским банкам, по европейским, неожиданно, ну, лично, наверное, для меня неожиданно повысили рейтинги китайских банков. Дело в том, что в последнее время очень много говорится про то, что в китайской банковской системе назревают очень трудные времена в связи с тем, что схлопывается пузырь на рынке недвижимости. Но вот S&P считается, видимо, по-другому. Повысил рейтинг Bank of China и повысил рейтинг S&P Bank of China Construction Bank. Это одни из крупнейших, кстати, финансовых институтов в мире по размеру активов. Очень важный момент. И это, безусловно, не может радовать. Но это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, сегодня утром китайские власти заявили о том, что не планируют очень сильно смягчать свою денежно-кредитную политику. И на этом фоне, кстати, сегодня утром азиатские заваливались рынки. Просто было очень относительно непонятно, на чем такой завал сегодня был по Азии. И завал этот был связан с тем, что как раз-таки заявлением китайских властей о том, что, по всей видимости, смягчать свою монетарную политику они пока не собираются. Ну, посмотрим. Китайцы, люди очень непредсказуемые в том плане, что политика у них продумана, на самом деле, на пару лет вперед. То, что они сейчас говорят, не факт, что на самом деле так все и будет. И очень интересная статья вышла как раз-таки по поводу вчерашнего решения министра финансов по фонду финансовой стабильности. Здесь вот авторы попытались нарисовать график, не график, а вообще структуру и все фонды этого фонда финансовой стабильности. Какие-то взаимосвязи попытались обрисовать, но очень интересную фразу отметили. Если вам кажется, эта картинка достаточно сложной, то так она действительно и есть. Настолько сильно, настолько сложная система всего этого фонда финансовой стабильности, что, во-первых, желания никакого нет с ней разбираться. Во-вторых, она прежде всего очень тяжела для восприятия тем самым инвесторам, которым надо разобраться во всех этих махинациях с фондом EFCF и вообще со всеми его структурами, которые, кстати, вновь будут созданы. Мы тут какие-то гарантии хотят предоставлять, какие-то субкомитеты создавать. В общем, намутили очень много всего, и как они все это будут разруливать, честно говоря, очень сложно понять. И, по всей видимости, нам будет опять поступать какая-то информация, договоренности какие-то по Европе. Но фактического значения эти договоренности, как мне кажется, иметь не будут. Поэтому здесь все очень важным вопросом. Я напомню, что очень серьезные выплаты по Европе у нас намечены на начало следующего года, на январь, февраль, март и апрель. Это очень депрессионные месяцы для погашения долгов по периферийным облигациям, по периферийным сторонам Европы. Так что все только впереди, как мне кажется, и основной удар мы как раз получим в первом квартале 2012 года. Очень будут серьезные проблемы, как мне кажется, в Европе с обслуживанием своих долговых обязательств. Поэтому будьте внимательны. Все-таки будем надеяться на некое декабрьское ралли в случае публикации хороших данных по АСМ и по PMI Китаю. Напомню, завтра все это будет выходить. Это создать фазарм для роста декабрьского, но все же, если все будет хорошо в декабре, то не факт, что так же все будет хорошо и в январе. Так что перспективы пока, честно, очень мрачноваты по Европе. Ну, будем отслеживать ситуацию. На этом предлагаю закончить наш дневной видеобрифинг. Всем большое спасибо за внимание. Читайте нашу аналитику на сайте broker.kf.ru, на сайте youtube.combroker.kf. Мы выкладываем все наши видеозаписи. Плюс настроить ленту вы можете в торговом терминале Quick. Там получать все обновления и все ссылки на наши видеобрифинги и наши аналитические обзоры. Всем большое спасибо. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в чате еще в течение 10 минут. Закрывайте все и завтра смотрим на статистику и выстраиваем свою декабрьскую стратегию. По крайней мере, по ноябрю мы ее очень неплохо выстроили, благодаря тем самым индексам деловой активности по двум крупнейшим экономикам мира. Так что завтра день X. Подсоединяйтесь к нам, подключайтесь в 9.45 завтра к Василию. Он как раз с вами обсудит по Китаю цифры. Я завтра в 12 выйду снова. Так что всем большое спасибо. Всем до свидания, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok